Доброе утро! Впервые была опубликована первая глава Евгения Онегина. В каком году? Эээ, сейчас, секунду. Окей, гугл. В 1825-м это так, поэтому вот одна книжка, это вам. Не знаю, будете ли перечитывать, но поставьте для интерьера. Да, конечно, не, вы уже начинаете перечитывать. Тот-то еще даже не открывал ни разу. Начинай библиотеку собирать потихонечку. Вот. Ну, а вот эти три книги, я надеюсь, вы не заныкаете, а подарите своим телезрителям сегодня. Разыграйте в каких-то комплексах. Обязательно. Не случайно, действительно, с книжками. Действительно, повод, как мы, телевизионщики, говорим, информационный повод этого дня и сегодняшнего выпуска программы «Удивительная рядом» это первая публикация Евгения Онегина, «Пушкин, наше все», начало нашей литературы, начало современного русского языка. Ну, а говорить мы будем об омских поэтах, совершенно замечательных, удивительных. Ведь, на самом деле, мы настолько ничего про свой город и про его культуру, его исторические корни не знаем, что даже вот в этой сфере, казалось бы, ну, кто не знает Роберта Рождественского, да, но совсем немного о мечей знаю, что он действительно омский поэт, что он здесь провел очень большую часть жизни, ну, скажем так, детства. Что мы цитируем? Небольшой стихотворение, несколько строк по поводу Омска. Сорок трудный год, коридоры, сухие марки там, да. Но, на самом деле, есть огромный пласт творчества его, который посвящен Омску, который посвящен его детству, а сегодня это воспринимается как, ну, скажем так, наследием всей русской культуры, всей русской словесности, и мы это покажем, и мы это расскажем. Это же Рождественского строчки про город пыльный занесен. Совершенно верно. Ну, давайте мы тогда уже сразу клип включим, чтобы смотреть. Обнимемся. Он прямо там есть. И покачаемся. А я вот Рождественского сказал, ну, жил-да был человек маленький. Ну, это потому что очень популярно в ВКонтакте. Вы когда, оп, с ВКонтакта, возьмите книжечку, почитайте, полистайте. Может быть, что-то еще узнаете интересное. Или сегодня посмотрите в 21 час. Давайте анонс. Давайте посмотрим прямо здесь анонс. Фрагменты этой песни. Окей, смотрим по анонсу программы «Удивительная рядом» омская версия, которая сегодня в 21 час выйдет на канале про движение. Поэт в России больше, чем поэт. Кого считают первым омским поэтом? Поэтом, который сделал Омск основной темой своего творчества. Петр Драверт, Леонид Мартынов, Тимофей Белозеров, Роберт Рождественский, Иннокентий Анинский. Имена, переполняющие гордостью сердца земляков. И молодые омские таланты. У птицы темность сквозь оперение, светлый пробьется пух. А вместо крика – добрая песня. Твоя успокоительность. Песню «Какого омского поэта» можно услышать в исполнении таких разных – Эдиты Пьехи и Егора Летова. Медленные речки вода, как степло. Где-то есть город, в котором тепло. Кого из омских поэтов Анна Ахматова считала своим единственным учителем? Динь-динь-динь, дини-дини, дидо ладо, дидо ладо, лиду-диду ладили, дидо лиди ладили. Ладили, не сладили, диду надосадили. День делали, да день не сделали. Дела не доделали, головы-то целыли. И правда ли, что талант неразрывно связан с психическим расстройством и неизбежным протестом государственной идеологии? Омск поэтически. Посмотрите и убедитесь. Удивительное рядом. Вы знаете, дорогие друзья, только что посмотрели мы анонс передачи Удивительное рядом омская версия. И вы знаете, я хотел бы поделиться своими впечатлениями. Дело в том, что мне посчастливилось принять участие в съемках одной из передач. И сразу хотел бы рассказать. Мы буквально до вечера пару мгновений назад говорили о том, что мы вообще ничего не знаем про город Омск. Потому что поверхностно о нем и судим, и размышляем. И тем более о жителях ничего не знаем, которые не только для нашего города, а для России, даже для мира сделали очень много дел хороших. И по факту, будучи на программе, я реально обалдел. То есть реально обалдел. То есть когда, предположим, спортсмены, да, начинают перечислять, оказывается, имена-то такие, а это наши. Начинают ученых перечислять имена, там именищие. Наши. Капио-то кто первый придумал? Наши. Наши все. Понимаешь? Мне кажется, если собрать команду о мячей, то она может и чемпионат мира по футболу выиграть. Если собрать команду о мячей, они... Это только мячей, если. Нет, если собрать команду всех, кто для Омска что-то сделал, они могут так встать и сказать, Омск здесь. То есть оп, все здесь. Канаева, Чащина, хоп-хоп. Это если спортсменов. Значит, только начало. Скажите, пожалуйста, идет-грядет 8 марта. Что-то приготовили для... Ну что вы забегаете вперед? Про 8 марта поговорим с 6-го. Очень хочется. В следующую пятницу Владимир расскажет, как он принимал участие в записи программы. То есть он сегодня начал рассказывать, потом продолжит. А что-то вы... Такая долгая-долгая история. Ну а вот выпуск сегодняшний, который выйдет в 21.00. Омск поэтически. Кто принял участие? Кто был участниками? Ну, мы пригласили, естественно, молодых словесников, студентов омских вузов, для которых русский язык и литература – их будущая профессия, призвания. Кто-то из них пишет стихи, кто-то с удовольствием считает чужие и пытается в них разобраться. Вот вернусь к анонсу. Действительно, определенный фрагмент программы посвящен теме таланта, гениальности, сумасшествия. Естественно, когда вот эта параллель выстраивается, в Омске принято говорить о Кутилове. Будет о нем большая часть программы, будет лечащий врач Кутилова, который будет об этом говорить. Мы даже такого человека нашли. Я просто строчки, которые прозвучали в программе, Ну вот мог человек с обычным стандартным мышлением, разумом, не гениальным, или, скажем, с точки зрения обычного человека неадекватным написать такие строчки. Мир тоскует в транзисторном лепете, Люди песни поют не свои, А в стране дураков стонут лебеди, Плачут камни и ржут соловьи. 70-е годы. Можно так вот написать? Человек обычный, да? Ну да, слушайте. А вот для, ну, чтобы на такой немножко негативной нотке утра не зацикливать, Я другое... Ржут соловьи, мне кажется, очень даже позитивно. Я другое, я другое стихотворение, прочитаю его, маленькое. Можно, да, время позволяет? Конечно. Называется «Репка». В теории просто, не выдумать лучше. Детка за репку, бабка за детку, А внучка за бабку, А жучка за внучку, А мышка за кошку, И вырвали репку. Но бабка и детка Скандалят нередко, Совсем не едят, Отащали от склок. А внучка на жучку Обиделась крепко, За то, что собачка Изгрызла чулок. А кошка и мышка, Ну что, ну, тут уж прямо Расизм, экстремизм, Беспощадный террор. Такая вот, братцы, Глобальная драма. И репка в планете Торчит до сих пор. Круто. Разве это не гениально? Очень круто. Я надеюсь, Я надеюсь, Вы это все-таки передадите. Не, мы обязательно Сегодня разыграем. Единственное, Хочется спросить, А те, кто, Кто-то читал свои стихи Вот на программе? Есть достойные продолжатели? У нас была В качестве мудрейшего, В качестве эксперта В программе Руководитель Омского отделения Союза писателей Ерофеево-Тверская. Она утверждает, Что да, Среди тех, Кто был на программе Есть будущий писатель. Кстати, Вот в Омском отделении, Которую она возглавляет Из 50 с небольшим Членов Почти 40 Это поэты. То есть, В Омске поэтов Больше, чем прозаиков. Поэтому прозаик, Видимо, У нас будет Следующая передача. А в этой мы поговорим Про поэзию, Про омскую. Потрясающе. Ну, Будем все сегодня смотреть В 21 час Программа Удивительная рядом Омская версия На канале продвижения. Не забудьте включить Свои телевизионные приемники. Спасибо огромное, Что... Спасибо вам, Что пришли на сегодняшний час. Можно будет отдать эти книги. Приходите с подарками. Мы обязательно Их будем разыгрывать В нашей программе. И кому-то сегодня Они достанутся Из тех, Кто у нас будет В числе претендующих На победу. Субтитры подогнал «Симон»